Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочная. Как я уже рассказывал ранее, с 1 июля 2022 года министр ММД России запретил использование автоинспекторами мобильных комплексов фото-видео фиксации, работающих в ручном режиме. Этот запрет касается только так называемых ручных радаров, то есть это устройства, которые позволяют фиксировать единственный вид нарушения, это превышение скорости. Дело в том, что многие эти устройства еще старых моделей, они показывают только время нарушения и скорость, то есть они не ведут фото-видео фиксацию, соответственно возникает большое поле для злоупотребления со стороны автоинспектора. Именно поэтому с 1 июля от этих устройств решили отказаться. Однако стоит отметить, что в большинстве регионов России от них отказались уже давно. Теперь этот запрет просто введен на федеральном уровне. Тем не менее, этот запрет не касается так называемых тренок, то есть это мобильные устройства, которые обычно ставят на обочине и они фиксируют чаще всего опять же превышение скоростного режима. Дело в том, что эти устройства являются мобильными комплексами фото-видео фиксации, которые работают не в ручном, а в автоматическом режиме. Именно поэтому этот запрет их не касается. Тем не менее, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов подготовил законопроект, согласно которому он предлагает признать незаконными штрафы с этих мобильных тренок. Вечная тема противостояния водителей и делецов на дорожных комплексах фиксации нарушений и нарушений в кавычках. Нарушать нельзя и на дорогах, и в кабинетах. Кто на руле встречал в пути временные и сделанные фактически из компоста и палок камеры, которые за безопасность поймут без лишних объяснений. А вот ответственность за фото с них и со стационаров одинаковая. По стационарным комплексам разговор отдельный, но любого рода треноги нужно на свалку уже сейчас, немедленно, написал в своем телеграм-канале Ярослав Нилов 5 ноября текущего года. Уже 8 ноября 2022 года он подготовил текст соответствующего законопроекта и направил его для получения заключения в правительство. Как и обещал, депутатами фракции ЛДПР разработан и направлен на отзыв правительства законопроект, который устраняет явную несправедливость по отношению к автовладельцам. В случае принятия наших поправок в Коап данные, получаемые с нестационарных, то есть мобильных комплексов фото-видеофиксации, уже не будут основанием для автоматического привлечения водителя к административной ответственности, рассказал Ярослав Нилов 8 ноября. Как говорится в пояснительной записке этого законопроекта, на сегодняшний день презумпция невиновности не распространяется на 12 статью Коап РФ, то есть это так называемая водительская статья, то есть штрафы за все нарушения в области дорожного движения. Соответственно, раз презумпция невиновности не распространяется, то автоматически, когда камера выписывает штраф, считается, что водитель по умолчанию виновен. Если же этот штраф пришел ошибочно, к примеру, зафиксировался по ошибке не тот гос номер, не тот автомобиль, либо какие-то другие ошибки, в таком случае у водителя возникает обязанность этот штраф опротестовать. Таким образом, получается, не ГИБДД должна доказывать, что водитель виновен, а водитель вынужден доказывать свою невиновность. Передвижные комплексы, треноги используются в основном частными структурами для выявления нарушений скоростного режима. При этом такие комплексы устанавливаются, как правило, не на участках с высокой аварийностью, а в местах, где водители часто допускают незначительные нарушения скоростного режима. В целях увеличения количества штрафов недобросовестные владельцы комплексов порой некорректно устанавливают камерой по отношению к дороге, либо искусственно увеличивают показатель погрешности, чем существенно нарушают права автовладельцев, говорится в признительной записке к этому документу. Согласно тексту этого документа, предполагается, что презумпция невиновности в случае его принятия будет действовать только на штрафы ГИБДД, которые были выявлены работающими в автоматическом режиме стационарными комплексами фото-видеофиксации. Законопроекта вносится изменение в примечании к статье 1.5 КОАП РФ, согласно которому презумпция невиновности не распространяется на административные правонарушения в области дорожного движения только в случае фиксации этих административных правонарушений стационарными камерами. Соответственно, если эти поправки будут приняты, то автоматические письма счастья с этих тренок станут незаконно. Как я уже сказал ранее, 8 ноября этот документ направили для получения отзывов правительства. Если он будет положительный, то его внесут в установленном порядке для рассмотрения в Госдуму. В тексте законопроекта не прописана конкретная дата его вступления в силу. Соответственно, в случае его принятия Госдумой и Советом Федерации и дальнейшего подписания президентом, он вступит в законную силу по истечении 10 дней с даты официальной публикации подписанного закона. Вот такая вот информация. А если вам нужно купить полис ОСАГО, проверить историю транспортного средства перед его покупкой, либо наоборот быстро его продать, вы можете воспользоваться полезными ссылками в описании под этим видео. В завершении видео хочу напомнить, что мой канал участвует в ежегодной народной премии эфир нашей челны в категории блогер года. Кому не трудно проголосовать, можно по ссылке под этим видео. Регистрация для этого не требуется. Заранее спасибо. Спасибо, что досмотрели его до конца. Что вы думаете по этому поводу, свое мнение вы традиционно можете поделиться в комментариях. Всем удачи на дорогах и всем пока!